Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, сегодня хирургам, как всегда, самая сложная и самая простая задача, как можно проще рассказать, в чём причины и есть ли возможность и целесообразность реабиопсии в случае распространённого рака лёгкого. Но я напомню, хотя я уже и говорил, что такое заболеваемость, что рак лёгкого входит в пятёрку заболеваний с худшим прогнозом по заболеваемости и смертности, и рак лёгкого доминирует среди мужчин, и когда противотабачная кампания в Соединённых Штатах началась, когда рак лёгкого начал обгонять, не догонять рак молочной железы у женщин в Соединённых Штатах, и начали задумываться, почему это так происходит. И тогда началась антитабачная кампания, которая, в принципе, сейчас имеет уже свои результаты. Понятно, что у мужчин на первом месте находится данное заболевание, и распространённость в России, как и во всём мире, за исключением, я так думаю, что Японии, совсем с другим менталитетом пациентов, когда, если мы говорим, что мы выявляем пациентов, у которых 10, максимум 15% резиктабельных случаев, то есть из всей массы выявленных 100% 10-15%, в Японии 50% резиктабельные опухоли лёгких, то есть 50% больных оперируются. Это вот с точки зрения выявляемости. Я позволю себе напомнить всё-таки, что такое брохоскопия, без учётом чувствительности и специфичности, какие методы забора материала и возможности биопсии с точки зрения хирурга. Это брохоскопия, это является обязательнейшим методом исследования, и основная задача – получение гистологического материала. Но тут уже и говорили, что не всегда гистологический материал, особенно при периферийских опухолях, возможно взять, и поэтому брош-биопсия тоже возможна либо с цитологическим исследованием промывных вод. Под бронхоскопией ещё комбинируется со слепой через бронхиальной биопсией, когда примерно по компьютерной томографии определяется уровень пункции через бронхиальной биопсии, и в этом случае выполняется через бронхиальная пункция. Через бронхиальная пункция также возможна под контролем УЗИ, чаще всего это выполняются лимфоузлы и бифуркационные лимфоузлы, пункция лимфоузлов, здесь уже чувствительность повыше и специфичность. Также под контролем рентген-телевизионной установки можно выполнить кусковую биопсию периферийских образований без её визуализации при бронхоскопии. То есть это действительно отрицательный момент данного исследования заключается в том, что подвергается рентгенологическому облучению не только пациенту, но и хирург, который выполняет бронхоскопию. Ну, например, в Германии эту манипуляцию выполняют все хирурги в амбулаторном режиме, выполняют через бронхиальную биопсию под контролем рентген-телевизионной установки. Если мы говорим ещё о под контролем брохоскоп, это под контролем УЗИ, скажем так, есть и через пищеводная пункция, когда под контролем сонографии выполняется пункция лимфоузлов, не только бифуркационных, например, и девятой группы, это нижние лёгочные связки, когда при брохоскопии, естественно, недостижимых, а при ЭУС, так называемой, через пищеводную пункцию, возможна пункция с верификацией лимфоузлов. Также возможна аспирационная тонкоигольная биопсия, транстаракальная пункция под КТ-контролем либо под УЗИ-контролем, когда выполняется пункция, если так называемая тонкоигольная биопсия, это для цитологического диагноза, и трепан-биопсия, когда берётся столбик ткани для гистологического исследования. Также у нас в арсенале имеется торокоскопия с чувствительностью более 90%, специфичностью 100%, и инвазивный метод, не менее инвазивный, медиастеноскопия с контролем и диагностикой притрахеальных, бифуркационных лимфоузлов. Есть расширенная медиастеноскопия с контролем 5-6 группы по Монтению Дрейслеру, то есть параортальных лимфоузлов, уже со специфичностью 100%, с чувствительностью 73%, эксплоративная либо диагностическая торокоптомия, когда уже невозможно выполнить никакие другие, и по отдалённым метастазам, когда пункция печени, надпочечника, костных поражений, любого поражения, в том числе и костного поражения, если имеется под мягкие ткани, имеются всевозможные поражения, возможна пункция. И я хочу сказать, вот сейчас продемонстрировать необходимость, нужна ли реабиопсия вообще, да? И вот определённый клинический пример, может быть, не совсем по теме, рак прямой кишки в 2003 году, гистологическое заключение, умеренно дифференцированная до карцинома. В 2003 году 5 циклов химиотерапии по схеме МИО. В 2005 году, через 2 года, метастатическое поражение головного мозга, удаление метастатических очагов из головного мозга. В 2006 год, метастатические изменения в лёгких, слева, справа, метастазоктомия из правого лёгкого. К нам пациентка появилась уже, запомним даты, операция в 2003 году, в 2005 метастазоктомия из головного мозга. К нам поступила пациентка с периферийским узловым образованием в 6 сегменте, ещё 2 образования в левом лёгком. Мы при пункции, при торакотомии подтверждаем злокачественный характер этого процесса. Мы выполняем глубокую краевую анатомическую практически резекцию 6 сегмента и удаление двух очагов из левого лёгкого. И что нам приходит? Низкодифференцированный плоскоклеточный рак 6 сегмента. Пациентка через 3 года выполнена, у нас была под контролем, без признаков прогрессирования. Это если вспомнить, что пациентки ещё в 2005 году, то есть уже через 6 лет после метастазоктомии из головного мозга, пациентка без признаков прогрессирования. То ли это самостоятельная опухоль, то ли это индуцированная в результате химиотерапии, может быть, я не знаю. Но во всяком случае, плоскоклеточный рак 6 сегмента был гистологически подтверждён. Пациент 55 лет, в анамнезе левосторонняя пневмонектомия по поводу рака лёгкого Т2Н0М0 и с узловыми образованиями через 62 месяца. Нелогичным в этой связи заключается то, что стадия низковата была, и времени много прошло, практически 5 лет. 5 лет стадия низковата, но мы видели все случаи и подтверждения, когда через 5 и через 7 лет прогрессирования опухолевого процесса мы выполняем ретуракотомию слева, и вот этот участок мы удаляем для гистологического заключения. Гистологически приходит туберкулума. Можно представить, что если бы расценено было, что метастатическое поражение лёгкого, и начали бы химиотерапию, системную химиотерапию. Это пока к вопросу о необходимости реабиопсией. Больной 67 лет. Рак верхнедолевого бронха, здесь уже без всяких натяжек, трахиоброхопластическая верхняя лобэктомия с циркулярной резекцией бифуркации трахеи, с двухманжетной реконструкцией, и это было в апреле 2012 года. Затем у пациента развился небольшой стеноз левого главного бронха, он находится у нас под наблюдением и реканализацией у эндоскопистов, и вдруг появляется, через 19 месяцев появляется образование в контрлатеральном лёгком. Логично вот здесь предположить, что это прогрессирование. Т4Н1 была распространённость рака лёгкого. Но с учётом того, что у нас есть, это была выполнена не пневмонэктомия, а была выполнена всего лишь верхняя лобэктомия, как альтернатива пневмонэктомии и двухманжетная реконструкция, мы выполнили краевую резекцию, торакотомию и краевую, кленовидную резекцию верхней доли левого лёгкого, и мы получили в диагнозе вторую опухоль, которая выросла через 19 месяцев, и здесь был мукоэпидермоидный рак бронхиальных желёз справа, а слева умеренно дифференцированный плоскоклеточный рак. Пациент получил 45 грей на послеоперационную линию степлерного шва и лимфоузлы левого корня. Пациент наблюдается у нас уже после этой манипуляции полтора года без признаков прогрессирования. Мы обладаем опытом ребиопсии и у 18 больных с мутацией GF-FR с прогрессированием опухолевого процесса после терапии первой линии ингибиторами тирозинкиназы. Это опыт Института онкологии, который нам предоставил любезно, в рамках международного исследования было выполнено. Ребиопсия 18 пациентам. У 6 обнаружена мутация практически 30%, мутация нечувствительности к ингибиторам тирозинкиназы GF-FR первой линии. Начата терапия ингибиторами тирозинкиназы нового поколения. Одна из пациенток уже больше 3 лет наблюдается. Но существует и рандомизированное исследование необходимости, целесообразности выполнения ребиопсии у пациентов, в которые включено 100 пациентов. 18 центров было задействовано в это исследование. В основном это была аденокарцинома, практически 90%, бронхеололярный рак, крупноклеточная карцинома, эпидермоидный рак. И изначально GF-FR мутированных 50%, кераз мутированных 7%, 25% дикий тип GF-FR кераз, и 18% не изучался биологический профиль. И на фоне прогрессирования выполнена ребиопсия. Но ребиопсия, возможно, была только у 82 пациентов. В 18% ребиопсия признана противопоказанной, в основном за счет приема антикоагулянтов. Причем получено из 82 у 82 пациентов 94 гистологический материал, у 6 цитологический материал. Каким образом забирался материал? Хирургия – это адреналэктомия, резекция легкого, удаление узлов, биопсия с эбус, бронхиальная, через бронхиальная, пульмональная, 19, печень, кости, кожа. Цитологический материал получен из плеврита в двух случаях и в трех случаях из узлов. Цитологический материал получен. И какие осложнения? 14% осложнений. Пневмоторакс у 10%. Ну, пневмоторакс, в принципе, если это в условиях стационара, мы вообще не боимся пневмоторакса. В принципе, предполагаем, что когда идем через легочную паренхему, мы обязательно, мы уже ожидаем пневмоторакса. И поэтому этих пациентов мы госпитализируем для трансторакальных функций. И поэтому всякая прицельная биопсия через легочную паренхему, ну не всякая, но процентов 70-80 сопровождается пневмотораксом. Если этот узел не принадлежит грудной стенке, если это интропаренхематозно. И получаем пневмоторакс, дренируем, и ничего сложного в этом нет. Гемоторакс, ну вот это уже сложнее. И легочное кровотечение в двух случаях, ну это тоже признак легочного кровотечения. Есть профузное легочное кровотечение. А если в каждом плевке появляется кровь, это тоже легочное кровотечение. Хотя мы называем это кровохарканье. Что здесь названо легочным кровотечением, я не могу сказать. И что получилось из 50 пациентов, изначально мутированных, и 40 выполнена биопсия. Получилось, что мутация ИГФР сохранилась у 16 пациентов. Причем появилась керас-мутация. Появился один случай мелкоклеточного рака. Другие раки в двух случаях. Мутация Т790М в двух случаях. Дикий тип ИГФР в двух типах. Не выявлено опухолевой ткани в 12 случаях. Это вот так, как ведут себя опухоли. В принципе, демонстрация, как ведут себя опухоли под действием ингибиторов тирозинкиназа и ИГФР. Я не говорю уже о других керас и всех остальных, но я думаю, здесь мы еще услышим, как влияют ингибиторы тирозинкиназа на изменение клеточного и генетического состава опухоли. Но хочу заключить, что при прогрессировании опухолевого процесса после химиотерапии или таргетной терапии, реабиопсия, возможно, у большей части пациентов и способна повлиять на изменение плана лечения. Спасибо за внимание. Спасибо. Какие вопросы? Да. Да, Ирисов. Скажите, пожалуйста, существует ли какой-то временной фактор, как вы считаете? Ну, допустим, вот вы показывали три года после первичного лечения целесообразность для реабиопсии. Для реабиопсии. Для реабиопсии. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ну, вы здесь уже отметили, что необязательно, допустим, инвазивные методы можно в этом случае использовать, да? Я так думаю, что по состоянию пациента, можно я со второго пациента, да? Со второго вопроса. Вообще, как и во всей медицине, нужно, наверное, все-таки использовать менее инвазивные методы. Если они дают ту же информацию, то нужно использовать менее инвазивные методы. Конечно, медиастеноскопия и торокоскопия – это из того всего перечня самое инвазивное. Хотя брохоскопия – это тоже инвазивное. Но если есть возможность узла, пункции узла или трепан-биопсии на отключительного лимфоузла или в мягких тканях, то, конечно, это сопряжено с меньшими рисками. То есть тот материал, который забирается с меньшими рисками, тот материал предпочтительный. А с точки зрения временных, я так думаю, если и есть лечение, и есть терапия ингибиторометерозинкиназа, и нет прогрессии, то нет смысла забора вообще в реабиопсии. В том случае, если есть прогрессирование опухолевого процесса, наверное, имеет смысл разобраться. И я, к сожалению, не нашел, но раньше встречал, когда разные метастазы – в надпочечниках, в легке – ведут себя по-разному. И разные типы изменений вообще… И вот я-то не применительно к вот этой терапии, а вообще, вот вам как хирург за вопрос, по времени, допустим, если непосредственно рецидив или прогрессивен в пределах там года-полутора, необходимо ли делать? И второе, вы сказали, если есть какое-то атипическое клинико-рентгенологическое течение, что нас смучает, тогда показать. А в других случаях… Спасибо большое. Я абсолютно согласен, что если всё типично, если распространённость значительная, изначально, если мы оперируем по поводу Т4, Т3, и в гемитораксе появился рецидив в лимфоузлах, ну, сомнений не может быть, что это прогрессирование того же процесса. Честно сказать, я при всей очевидности иногда бывают исключения. И однажды я был, так скажем, участником той ситуации, когда у пациента была герминогенная опухоль, была орхифуникулэктомия, затем забрюшина лимфоденэктомия, и были поражения лёгкого и поражения лимфоузлов. И я выполнил торакотомию и удалил все лимфоузлы в средостении. А лимфоузлы были большими группами, и на фоне всех, так скажем, терапий, которые после химиотерапии, после БЭП. А гистологически пришёл саркоидоз. То есть явно вроде бы всё укладывается, а гистологически всё-таки иногда бывает очень... Она приятная, конечно, неожиданность для пациента, да? А вот с точки зрения дальнейшей терапии мы бы могли проводить химиотерапию, понимая, что узлы не уходят, и проводить химиотерапию. А здесь, конечно, химиотерапия не нужна была, и пациент просто был отпущен под динамическое наблюдение. Поэтому если вопрос стоит не ре-биопсии и биопсии, конечно, ре-биопсия. А если всё типично, то и не нужно. Спасибо. 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 Спасибо.